приветствую вас на канале центра индивидуальной мобильности меня зовут михаил буквально недавно на этом канале был выпущен ролик с тестом кислотных и не только герметиков на взаимодействие со сталью в комментариях я получил массу недовольство на тему того что электросамокаты выполняются же из алюминия и тестировать нужно с алюминием и в этом видеоролике я проведу для вас тест на взаимодействие кислотных и не только герметиков с алюминием для теста я выбрал санитарный герметик герметик для аквариумов клей-герметик автомобильный прозрачный клей-герметик а также автомобильный формирователь прокладок все составы на уксусной основе ну или на ацетатной для усиления реакции с алюминием перед упаковкой встреч пленку я добавил воды после этого надежно упаковал образец этот тест был бы неполным без добавления к нему герметиков без уксусной основы и я также подобрал такие это будет гибридный герметик полиуретановый герметик лучше всего липнет кстати нейтральный герметик строительный автомобильный герметик прокладка он также нейтральный и клей-герметик fix all как и предыдущие образцы заворачиваю все это в пленку предварительно сбрызнув водой для лучших герметизации концы фиксирую скотчем оба образца закрыты были стречем и лежали на батарее две недели давайте смотреть что получилось это первый образец который с кислотными герметиками здесь пакеты что-то высыпается и второй образец который с бескислотными герметиками ну и вот что мы видим образец с бескислотными герметиками абсолютно ровные гладкий блестящий а вот там где герметики кислотные здесь конечно ситуация плачевная вы видите да поверхность практически не блестит очень сильно заметно окисление алюминия санитарный герметик налет кстати говоря меньше всего аквариумный герметик налет есть но не очень сильный клей герметик вообще все ужасно автомобильный прозрачный герметик клей герметик то же самое виден отчетливо налет и автомобильный формирователь прокладок также кислотный явно повлиял на алюминий да и сейчас если я переворачиваю образец вы видите что внутри капли воды вместе с парами перемешанные оставили явно нехорошие следы то есть вот этот весь узор он не смывается пальцем не стирается но при этом пальц белеет эксперимент можно считать законченным кислотные герметики явно реагируют с алюминием что не нужно внутри деки электросамоката сейчас на камеру удалю попробую удалить каждый из образцов 1 санитарный герметик посмотрим что под ним получается герметик сам по себе прилип надежно держится на алюминии дальше аквариумный герметик тоже прилип достойно но видно что под ним алюминий также покоробился следующий клей герметик очень хорошо держится на алюминий под ним тоже окисление появилось автомобильный герметик под ним тоже видно окисление точки и автомобильный герметик формирователь прокладок вообще странная история потому что ведь алюминиевые головки у двигателя внутреннего сгорания как вот этот формирователь прокладок может способствовать окислению очень странный факт но тем не менее это есть надеюсь этот видеоролик помог ответить на вопрос какие герметики стоит использовать при обработке алюминиевый электросамокате а какие уж точно не стоит напомню это был михаил центр индивидуальной мобильности место где вы можете приобрести технику подготовленную к эксплуатации а также заказать услугу гидроизоляции выполнены специально подобранными материалами ставьте лайк этому видео обсудить можно нашем телеграм канале подписывайтесь на наш инстаграм спасибо что смотрели всем удачи всем пока